Здравствуйте, уважаемые комсомольчане, жители Черноземельского района. Очень приятно здесь находиться. Всегда только про Черноземельский район слышали только хорошее. То, что люди здесь хорошие, то, что здесь сохранились и развивались до некоторого времени хозяйства. Именно по овцеводству всегда об этом слышали, всегда это знали. Были передовыми, то, что в Ачененах у вас была выведена порода овец. Уже это гордость для республики Калмыкия. Мне здесь очень приятно находиться, приятно с вами встречаться. Я немножко не скромно говорить о себе, но я вынужден сказать, поскольку я уже действительно выдвинул от политической партии списки, но я также выдвинул от политической партии КПРФ по Калмыцкому одному одному округу, но еще документы сдал, еще не зарегистрировал. Ждем до 29 числа. Избирательная комиссия республики Калмыкия обязана мне выдать постановление о регистрации, либо нет. Ждем решения. Так я родился в поселке Киченеры, это советское приозерное районо, ныне Киченеры, Киченеровского района. Там я закончил Киченеровскую среднюю школу номер один. В 1997 году поступил в Калмыцкий государственный университет специально в юриспруденцию. В 2002 году закончил. После этого я вернулся опять на свою малую родину, поселок Киченеры, где я немного проработал в администрации, перешел работать в Киченеровский районный суд помощником судей, где около 10 лет я там проработал, после чего я поехал в Улисту, работал в администрации Целинного района муниципального образования и администрации Троицкого сельского муниципального образования в качестве юриста. И вот так получилось, что в 2019 году я вошел в штаб, в предвыборный штаб кандидата, незарегистрированного кандидата на пост главы Республики Калмыкия Нанцила Викторовича Манжиева. И в результате, в процессе этой работы я столкнулся действительно с тем, что у нас власть немного несправедлива к обычным гражданам, а исполняет указания непосредственно администрации президента. То, что им говорят, они просто делают, не учитывая интересы населения Республики Калмыкия. Почему я сразу пошел против Хасикова? Поскольку о муниципальном фильтре, о котором мои коллеги говорили, при сборе муниципального фильтра в ходе предвыборной кампании Бату Хасиков и, естественно, власти перекрыли на Манжиеву все подписи. Все подписи районного звена. Это у вас в Черноземельском районе, в Лаганском районе, в Яшкольском районе, в Целинном районе, в Экиберульском районе. А депутатов районного звена должно быть из всех районов. Из 11 районов должно было быть 20 подписей депутатов не ниже районного уровня. Да, но и он перекрывает так, что невозможно пройти в муниципальный фильтр. Как это делать? Это делать 12 июня 2019 года, 12 июня у нас праздник. Берут всех депутатов, собирают у Натальиуса, ну именно вот этих районов, собирают у Натальиуса и кого заставляют, кого там подкупают, кого уговаривают. И они дают свои подписи. Где-то лукавят и говорят, можно за двоих подписать, можно за троих подписать. И так мы, ну и так нам с Романжиевым не прошел этот муниципальный фильтр. Мы писали в прокуратуру, писали в следственный комитет, ходили на прием до прокурора, тогда был Тютюник, да, прокурор Тютюник, который сказал, ну я ничего не могу сделать. И тогда, и тогда вот действительно я понял то, что молодой человек, мой ровесник, спортсмен, который представлял нашу республику на ринге, да, на мировых аренах, за которого я даже болел, приезжал, раздавал эти плакаты, там, продавал билеты, гордился им, он сделал так. И я понял то, что это действительно несправедливо. Несправедливо, и с тех пор эта несправедливость полностью сопровождает деятельность на наших властей. И самый главный шок, когда я принял решение действительно идти и заниматься политической, общественной деятельностью, это были выборы в том же 19-м году, выборы главы, и выборы в Элистинске, были выборы в 2019 году в Элистинское городское собрание. И когда я увидел, что наши жители, жители нашей столицы, голосуют за партию, да, которую все не любят, я удивился, и мне действительно было так обидно за своих земляков, поскольку я считаю то, что мы очень благородные люди, да, умные люди, проживающие на территории, и можем сами делать свои выборы. И после этого я для себя решил, что я буду делать максимальное возможное для того, чтобы наш народ, жители Республики Калмыкия смогли сами правильно выбирать достойных людей. И с тех пор мы идем. И у нас тут появилось, Бату Сергеевич нам дал очень много поводов для возмущения. Назначил никому неизвестного Трапезникова, борясь с местными кланами, Бату Сергеевич назначает своим представителем в Совете Федерации бывшего главу Орлова. И до настоящего времени происходит так. Мои коллеги немного стромно говорят о формировании в Народном Урале депутатской межакционной группы. Вы знаете, то, что у нас в Народном Урале состоит, представительство Народного Урала – это политические партии. Самовыдвиженцы, одномандатники у нас не предусмотрены, насколько законы запрещены. И закон о одномандатниках, то тоже, партия власти не пропускает. У нас три партии – это Единая Россия, Справедливая Россия и КПРФ. И в эту депутатскую межакционную группу входят КПРФ, депутаты от КПРФ, депутаты от Единой России и часть, два депутата от Единой России. Это действительно те люди, и именно эта межакционная группа действует уже действительно в интересах, в истинных интересах Республики Калмыкин, думая о своем народе, думая о ее территории, о ее земле. Сергей Александрович сейчас сказал о том, что депутаты межакционной группы направляли письма на имя президента Российской Федерации по поводу, по ковиду, по строительству госпиталя и по засухе. И одним из положительных ответов на эти письма стало выделение 562 миллионов на нашим сельхозтоваропроизводителям. То есть на карман. Да, на сегодня один из депутатов Государственной Думы, глава Республики Калмыкия, говорит о том, что это их заслуга. Но я, мое мнение это такое. Вот здесь это уникальная работа как властей, так и оппозиционных сил в истинных интересах Республики Калмыкин. На ютуб-канале Зан Онлайн там уже 27 тысяч подписчиков, то есть для Калмыкии эта аудитория хорошая. Мы стали делать определенные политические репортажи. Я стал вести передачи, куда приглашал интересных людей. И говорили мы о политике, о ситуации в Республике, о глобальных проблемах. Я для себя понял, чтобы говорить о проблемах, передавать их общественности, необходимо их сначала обознать, какие они есть. То есть у нас такие проблемы, потому что народ иной раз не видит и не слышит, например, по ситуации и боится. Я вам сейчас много не буду говорить, но расскажу вам всю ситуацию именно по вашему Черноземельскому району, по пустыню. Ко мне где-то в начале апреля стали поступать звонки. Здесь у меня есть знакомые друзья, приедьте, посмотрите, снимите нашу сеть. У нас идет пустыня, у нас песок. Для меня, для жителей Киченеровского района, я всю жизнь там прожил. Я не знаю, что такое пески, я никогда не видел. Я думал, что пески это там где-то далеко, Астрахани или Казахстан. Я даже представить себе не мог, что они рядом. Я попросил ребят, Максима Саиденова, Аслан Борисович Кусминов. Да, он единоросс, представитель Единороссии, но он представитель межфакционной группы. Мы втроем поехали. Взяли видеоаппаратуру, квадрокоптер, поехали, взлетели, посмотрели, встретили на животноводческих стоянках людей, которые уже, мы видели, как они загружают овец на Акамасу и уезжают в другое место. И действительно, эта проблема актуальна. И на сегодня мы, как коммунистическая партия Российской Федерации, к республике Камыки, на наше отделение, так и, я еще являюсь лидером общественного движения нашей Камыки, так и общественного движения, мы сотрудничаем с вашим деревняком Бембембеем Константиновым Ивановичем, который возглавляет ассоциацию фитомилиарации Ю-Юга России. Я точно не знаю, как она называется. И в рамках этого сотрудничества Константин Иванович предложил нам провести научно-практическую конференцию по проблемам о пустыне и восстановлении черных территорий, черных земель и кизлястых пастей. Куда мы, вот благодаря Константину Ивановичу и его работникам, двум девушкам, это Баири Цегаменко и Свете Хенкеевой, который непосредственно работает по опустыне у него, нам удалось договориться с научным сообществом, с теми профессорами, академиками, которые работают в этом направлении более 50 лет и имеют огромный опыт, не только теоретически, но и практически. Мы пригласили на эту конференцию депутатов Государственной Думы, которые подтвердили свое участие, представителей законодательных собраний соседних регионов, то есть это Астраханская область, Республика Дагестан, Республика Чечня, Вагалаградская область, Тавропольский край и Ростовская область. Представители этих регионов, часть от исполнительной власти, часть представителей законодательных собраний подтвердили свое участие. Самое главное, подтвердили свое участие научное сообщество. Три человека подтвердились. Дагестан уже выезжал, представители Дагестана выезжали, выезжали с особой делегацией, специально, чтобы поработать именно по этой проблеме. Часть из них подтвердилась в участии конференции путем видеосвязи. И что происходит? А, планировалось по итогам конференции, это было предложение Константина Ивановича, да, Бембеев, по итогам конференции планировалось принять итоговый документ, на котором разработать определенную дорожную карту, то есть определенные действия, которые, да, комплекс неотложенных мер, которые бы все представители этих регионов подписали и направили бы этот документ на имя президента Российской Федерации, на имя председателя правительства Российской Федерации. Однако, получилось так, что 22 июля мы назначали конференцию. 21 числа тому предпринимателю, где мы хотели проводить конференцию, Роспотребнадзор Республики Калмыкия представил предостережение о том, что согласно указу главы Республики Калмыкия конференции проводить нельзя. Тогда как, вот я сейчас смотрю, социальные сети на площади проводят строй, сегодня день военного слоухода, да, Человек? Вот, вот, я ничего не имею против моряков, но они стоят, да, проводят, разработают рестораны, работают кафе, но провести научно-практическую конференцию запрещено. Даже 16 июля Бату Сергеевич свой указ об ограничительных мерах вносит, впервые вносит, а такой аквэ, код экономической деятельности вводит, что запрещена деятельность конференции. Понимаете? То есть здесь уже непосредственно препятствование деятельности именно коммунистической партии. Кроме этого, я вам дальше скажу, 21-го числа в 9 часов первому секретарю республиканского отделения КПРФ, мне Николаю Ивановичу Нурову, на дом приносят полицейские предостережения о том, что нельзя проводить публичные мероприятия завтра. Представляете? Вечером в 9 часов. И утром, утром, возле того помещения, где мы хотели проводить конференцию, в 9-8 часов дежурят два наряда полиции, 8-9 человек стоят. Кроме этого, мне известно, что они, то есть власть, ездила по всему городу и искала место. Мы не думали, что мы будем проводить эту конференцию, представляете? А это действительно реальная проблема, проблема пустыни. Я говорю, когда я поехал, я удивился. И вот мы были на встрече позавчера, да, Сергей Саш, в Садовом, в Садовом Сарпинского района. Я им рассказывал тоже этот случай, рассказывал про проблему пустыни. Они, ну так, ну, не верят, да, потому что они этого не верят. И вот таким вот образом на сегодня власть нам препятствует, препятствует нам в определенной работе, своей деятельности. Вот я вот таких случаев, я могу вам много рассказать, но вот это один основной. И поэтому я призываю вас сделать выбор по-честному, сделать выбор достойный, сделать выбор правильный. И самое главное, я всегда говорил, как с 19-го года, говорил и говорю, что право выбора, право выбора, оно священное. Мне некоторые называют, там, Бог, Вселенная, да, Тенгер, это самое, дал нам это право. Мы каждый день, всю жизнь мы что-то выбираем. Мы выбираем себе еду, выбираем одежду, выбираем себе спутника жизни, выбираем себе, там, где ты будешь учиться, да, учебное заведение. Мы всегда что-то выбираем, там, пить, есть. Но когда встает выбор, право, предоставленное нам государством, выбрать тех людей, которые будут управлять страной, регионом, где мы проживаем, над населенным пунктом, где и живем, вот почему-то мы не идем на выбор. Мы говорим, а, за нас все решили, а, что идти туда, я не верю. Вот таким, именно, вот такими методами, вот такими манипуляциями власть специально и делает. И они до того довели народ, что народ уже не верит. И я призываю вас, не надо вестись на это, а наоборот, просто прийти и проголосовать. И еще, вот, что касается этих же настроений, очень важный момент. Вот, недавно Госдума приняла поправки в закон об образовании, где будут учить военному патриотическому воспитанию детей в школах. Во-первых, да, почему именно военно-патриотическое воспитание? Мне кажется, мы мирные люди, нужно учить просто мирному, да, патриотическому воспитанию. Но когда школа, именно в школах для детей вводится, так, 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 такой предмет, это детей заставляет любить Родину. А здесь получается, а у нас в данном случае получается, что Родина, а когда детей заставляет любить Родину, Родину, значит, Родина не любит своих детей. И идет подмена понятий. Да, в данном случае власти хотят заставить народ любить власть, любить государство. Для меня, например, Родина, это мой поселок, поселок Кичнир, да, тот дом, где я живу, там, деревья, которые там росли, та речка, возле которой я бегал, поле, там, футбольное, где я играл со своими друзьями, соседями, да. Я вот это вот люблю. А здесь идет подмена понятий. Я считаю то, что на сегодня у нас очень много говорят о национальном самосознании, о определенной принадлежности, принадлежности к территории республики. И это в первую очередь должно толкать нас на правильные, на благородные идеи. Потому что мы здесь живем. Потому что это наша земля. и мы можем сделать этот выбор. Сейчас здесь этим призываю вас не стесняться. Да, вот еще хочу добавить. Ребята, которые вышли на вот эти многотысячные митинги, мне очень, они вовремя вышли. Батуй Хасиков вовремя назначил трапезников, вовремя назначил Орлова, поскольку силы, которые вышли против этого, за честность, за свой город, так сказать, горожане вышли, появились новые люди, появились люди молодые, моего возраста, чуть помладше, и создали движение «Это наш город». Я не знаю, наверное, вы смотрите все там в интернете, и эти ребята на сегодня встали, встали с нами. и у нас теперь движение за честный выбор. Для этого призываю вас, надо нам говорить об этом, чтобы мы все ходили на выборы, изучать программы прервыборные, всех кандидатов, задавать вопросы, не стесняйтесь, потому что когда мы молчим, легче нами управлять. Я хотел спросить, называют, я даже не знаю, как это сформулировать, называют правильные выборы и неправильные выборы. Вот человек приходит на выборы, он выбирает партию сначала, потом бюллетен идет с кандидата, там, говорит, какая-то игра идет. Нельзя разобраться и объяснить людям, чтобы они правильно проголосовали, чтобы они не могли подтасовать потом. Я объясню. Я поняла ваш вопрос. Вопрос, касаемо выборов в Государственную Думу, конкретно вот эти выборы. Дело в том, что выборы в Государственную Думу идут по смешанной системе. То есть выбор 450 депутатских мандатов в Государственную Думу, они ровно 50%, 225 мандатов разыгрываются по спискам политических партий по пропорциональной системе. Согласно тому, сколько партия, каждая из партий набирает процентов голосов. Вот поэтому в одном бюллетене будут списки политических партий. Понятно, да? То есть сколько процентов получит партия, столько и депутатских мандатов она получит их 225 мест. Вторая половина 225 мандатов они как раз разыгрываются по одномандатным округам. То есть здесь по одномандатным округам проходит только один человек. Их будет получается 225 мандатов, 225 одномандатных округов. в республике Калмыкия один калмыцкий одномандатный округ, по которому будут баллотироваться кандидаты одномандатники, которые могут выдвигаться и от партии, а могут быть и самовыдвиженцами. Это просто человек, который изъявляет желание участвовать в выборах или человек, которого выдвинула партия. Вот в нашем случае мы значит КПРФ выдвинула по списочному составу 344 кандидата мы выдвинули на 225 депутатских мандатов и выдвинули значит одномандатников вот конкретно от нашей партии в нашем в республике Калмыкия выдвинут вот Бушиевс Анал Валерьевич поэтому будет два вида бюллетеней на этих выборах и путаницы здесь никакой не будет по спискам политических партий вы будете конкретно выбирать просто партию партию ВРФ или Единая Россия всех тех которые будут зарегистрированы а по одномандатным округам вы будете выбирать одного человека конкретно нам будут прописаны фамилии фамилии тех людей которые будут баллотироваться по одномандатным округам но единственное что конечно есть очень такая существенная как бы ремарочка касаемо списков политических партий к сожалению мы это говорили и будем говорить вы знаете что существует очень много партий которые созданы для того чтобы напрямую отобрать у нас голоса партии спойлеры или мы их называем еще партии двойники вы знаете что есть у нас КПСС такое сокращенное название коммунистическая партия социальной справедливости по моему если память не изменяет есть партия коммунистическая партия коммунисты России партия которая имеет практически такой же логотип как у нас да вот которая практически копирует наш логотип нашу символику и в названии и очень часто когда избиратель приходит на участок видит вот этот список политических партий ну мы конечно будем вам говорить под каким номером будем идти это отдельно жеребьевка происходит перед незадолго до дня голосования где-то за месяц наверное и значит партия каждая партия будет идти под своим номером почему мы всегда говорим допустим номер такой-то голосуй за КПРФ допустим за номер 3 допустим или 1 вот и на этих выборах тоже будет жеребьевка мы будем идти под каким-то номером поэтому важно донести до нашего избирателя для тех кто хочет голосовать за нашу партию этот номер номер такой-то значит голосуем за нашу партию чтобы не было ошибок но к сожалению практика выборов показывает что старшее поколение наши старики которые приходят на участки они вот первые увидели коммунистическое они за ту партию и голосуют а вот для этого и созданы вот эти грязные технологии для того чтобы отобрать голоса у на мой взгляд единственной настоящей оппозиционной партии который существует у нас системно который имеет свои ведет постоянную ежедневную работу который имеет реальные партийные отделения партийную структуру вот и которая не работает от выборов к выборам а ведет постоянную целенаправленную работу по защите интересов наших трудящихся населения нашей страны нашей республики вот поэтому туда дальше конечно мы скажем вам под каким номером мы будем идти и будем какую-то агитационную продукцию выпускать для того чтобы наши голоса не ушли другим партиям ну вот вкратце по ответу на ваш вопрос будут другие вопросы так если не прошелся я разрешите пожалуйста я по поводу вот товарищ сказал не верят апатии у людей выбором не хотят пойти ну вот проблема которую вы тут перечисляли люди не только в Калмыкине но и по всей России на себе чувствуют каждый день каждый час вот у нас я помню Буратаева избирали все радовали она вообще не понимала что происходит в республике выехала отсюда присела и все сделала политическую карьеру второй третий сегодня люди не знают даже кто сегодня в госдуме от Калмыки представляет проблемы населения здесь не знаю я тоже не знаю есть ли такое или нет никто не приедет не спросит у людей как вы живете какие у вас проблемы туда вышли и отсиживают свой зарплат делают себе политическую карьеру и забывают о проблемах людей вот вот поэтому я хочу сказать люди не верят ничему же не верят никому не верят не видят смысла просто кто-то думает и говорит вот наши придут что-то сделают наши не придут потому что наши это мы можем только никто за нас ничего не сделает это абсолютно верные слова возмущаться даже возмущаться уже начали запрещать это власть начало возмущаться запрещать начало обнаглении вообще меня Умар зовут да я местный житель по отчеству Даранович что касается действующих депутатов Государственной Думы к сожалению да и предыдущей Буратаевой Александры к сожалению да вот и в 2016 году и в предыдущие годы когда мы когда проходят выборы Государственной Думы да вообще выборы любого уровня к сожалению у нас вот настолько уже не верят видимо людей вообще в систему выборов вот и на мой взгляд это неправильно вот правильно сказал Санал Валерьевич когда мы не приходим мы говорим не верим не пойдем все за нас сделали а это на руку власти они собственно за нас все и делают отдает голоса за тех кого мы вообще не хотели избирать значит наделяют их этими мандатами а в итоге когда вот мы приезжаем в районы а мы практически ежемесячно выезжаем во все 13 районов республики Калмыкия значит что мы обнаруживаем вот на встречах я задаю ну особенно в этом году задаю один и тот же вопрос прошло 5 лет значит работы вот этой думы государственной думы хоть один раз ваш район не предвыборный период а вот за эти 5 лет приезжал вот кто-либо из двух депутатов действующих депутатов государственной депутатов во всех районах мне отвечает нет на сегодняшний день у нас Лучеев Батор Конорович и Мукобенова Марина Алексеевна два действующих депутата государственной думы конечно я не вправе давать им оценку их деятельности по большому счету они должны были приехать я так думаю заканчивается как раз депутатский срок вот Арефий Николай Васильевич он приехал он проехался по районам он приехал в город Элиста вот тот человек который возглавлял наш список на выборах депутата Госдумы в 16-м году который возглавлял нашу территориальную группу и стал депутатом Государственной думы он встретился с людьми он не побоялся значит приехать отчитаться я так думаю что вот этому же примеру должны были последовать два действующих депутата Государственной думы от Республики Калмукия к сожалению это не происходит я не знаю может быть они сегодня услышат нас увидят этот эфир и значит сподвигнуться на этот шаг который я считаю вот если по честному конечно они должны вот глаза в глаза встретиться с теми людьми которые их избирали это дело чести депутата как слуги народа вот но это на их совести мы оставим этот вопрос а что касается вот неверия того что если мы будем сидеть сложа руки ситуация будет только ухудшаться вот почему на сегодняшний день Санал Валерьевич сказал была создана междепутатская фракционная группа в народном хурале Республики Калмукия потому что видя что творится в Республике что нет диалога власти органов государственной власти с народным хурам даже законодательным органом власти когда нет этого открытого диалога открытые возможности для того чтобы сообщать решать те проблемы мы ведь не враги друг другу абсолютно вот как человеку я абсолютно нормально отношусь ко всем любой человек достоин уважения любой человек в том числе и глава Республики он просто его занимает и другие люди которые у нас находятся на высших государственных должностях но если вы наделены государственными полномочиями вы должны слышать и слушать свой народ не говоря уже о том что вы должны слышать и слушать представителей законодательного органов власти только диалоги только сообщая мы можем решать идя вот в едином русле мы можем и должны решать проблемы нашей многострадальной республики а их уже вот через край понимаете мы уже вот на той точке когда разрушена практически разрушена основная отрасль понятно что природные катаклизмы стихийные бедствия пандемия внесла свои коллективы в то что ситуация ухудшается но должен же быть выход даже в безвыходной ситуации есть выход только почему этот выход мы не найдем почему мы ничего не делаем для того чтобы выйти из этой ситуации когда беда даже извините волчья стая или значит извините стадо баранов даже объединяется перед единой бедой так ведь что они делают слабое потомство они в серединку а все вокруг становятся понимаете даже животные на животном инстинктивном уровне объединяются для того чтобы значит решить и выжить а у нас к сожалению вот как лебедь рак и щука вот для того чтобы нас слышали слушали нам нужны депутаты тем более высшем законодательном органе власти это люди действительно патриоты люди которые не будут не будут избегать встреч с людьми и которые реально будут защищать наши интересы вот на этом мы завершаемся и я так думаю сейчас как раз составим разговор по тому как нам нужно подготовиться к этим выборам спасибо за внимание я призываю присоединиться к этому участию активному участию в выборах тем более что сейчас у нас нет другого способа выражать свою позицию уличные акции фактически запрещены наших активистов судят за одиночные пикеты то есть государство само нас выталкивает в это пространство пространство избирательного процесса потому что это единственный способ сказать нет нынешней власти мы создаем аккаунт твой выбор где будет вся информация о выборах связывайтесь с администраторами через этот аккаунт записывайтесь с наблюдателями возможно это наш единственный последний шанс сделать заявить о своем несогласии с нынешней политикой честные выборы это твой выбор это